Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вынуждены закупаться медикаментами в райцентрах. Почему жителям алтайских сел недоступны даже самые простые лекарства? Запускали партиями по 50 человек, чтобы не было давки. Как Барнаул провожает известный шведский магазин, который покинул российский рынок? Всероссийский экскурсионный флешмоб. Как бесплатно посетить популярные туристические маршруты? В Край начали прививать детей от гриппа. 19 августа в регион поступила вакцина нового поколения «Ультрикс-Квадрик», которая признана Всемирной организацией здравоохранения. Как пояснили врачи, вакцина четырехвалентная, безопасная и эффективная. В прививке есть два антигена против вируса А и два антигена против вируса В. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения рекомендует новые штаммы, которые в принципе и вводятся в вакцину. Каждый год вакцина перерабатывается. Ставить прививки рекомендуют детям от шести месяцев. Сделать это можно по месту жительства. Нужно обратиться к участковому педиатру, который определится с наличием противопоказаний. Всего в регион поступило более 100 тысяч доз детской вакцины. А привить до начала эпидсезона планируют более 360 тысяч несовершеннолетних. Напомним, препаратом «Ультрикс-Квадри» прививают и взрослых, имеющих несколько хронических болезней. Оставшиеся взрослые могут привиться препаратом «Савигрип». Жителям некоторых алтайских сел и деревень приходится закупаться медикаментами в райцентрах края на месяц, а то и больше. Причина – в населенных пунктах не хватает фельдшеров, чтобы обеспечить всех нуждающихся необходимыми лекарствами. О нехватке кадров и других проблемах говорили сегодня в ходе научно-практической конференции провизоров и фармацевтов. Барнаул принимает гостей уже в четвертый раз. Елена Пугачева озвучила проблему, которая актуальна для многих российских сел и деревень. Фельдшеры есть далеко не в каждом ФАПе, а именно они реализуют лекарства для населения. Поэтому и приходится людям закупаться медикаментами в аптеках райцентров, даже если добираться до них не так уж и близко. О проблеме на федеральном уровне знают, заверили нас гости из Москвы и даже предлагают пути ее решения. Уже не первый год у нас депутаты Госдумы прорабатывают вопрос выездных аптечных пунктов, которые могли бы посещать хотя бы с какой-то периодичностью отдаленные районы для того, чтобы жители могли приобрести лекарственные препараты. Пока это, да, инициатива, скажем так, которая вот уже не первый год обсуждается и что мешает ее принять непонятно, потому что действительно у нас в малых населенных пунктах есть большие проблемы с лекарственной доступностью. С чем нет сейчас проблем, так это с наличием зарубежных препаратов. Если весной перебои случались, теперь ситуация стабильна, заверяют эксперты. В иностранной компании никто не заявил о полном уходе, то есть у нас идут поставки, единственно удлинилась сильно логистика. Кстати, московским гостям удалось самим увидеть, чем живет сельская аптека в Алтайском крае. Они побывали в нескольких ФАПах и планировали посмотреть, как работает Почта России, которая сейчас позиционирует себя как новый игрок на фармацевтическом рынке. Мы были поражены ФАПами, тем, что есть возможность организовать электронные рецепты, что для меня лично было большим откровением. Практически 100% такая возможность существует, но, к сожалению, мы не смогли увидеть отделение почтовой связи, потому что абсолютно все они были закрыты. Как будут решать эту проблему, нам не озвучили. Но в рамках конференции предстоит ответить на многие вопросы фармацевтов и провизоров региона и узнать, как решают подобные в других соседних. Что касается доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах, руководитель муниципального фармацевтического предприятия Заринского района уверена, что льготникам не стоит отказываться от получения препаратов. Ведь для них лекарства всегда в наличии. А между тем, многие федеральные льготники сейчас выбирают деньги. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Барнаульцы устроили настоящие столпотворения из-за возобновления работы популярного у молодежи магазина одежды. Задолго до его открытия стояли многометровые очереди. А когда двери распахнулись, людей были вынуждены пускать партиями. Как относятся горожане к закрытию брендовых магазинах и где планируют одеваться в будущем, расскажет Мария Мацаева. Пока зарубежный масс-маркет плавно уходит с российского рынка, жители Барнаула готовятся переходить на рынок обычный. И прямо сейчас раскупают последние модные остатки. Очереди приличные и главное не подраться с кем-то за последнюю кофточку. Расскажите, пожалуйста, за кем можно встать. Перед окончательным уходом из нашей страны шведский магазин решил провести разовую акцию и распахнуть свои двери. Но многие задаются вопросом, для чего? Это жест щедрости или способ быстро продать залежавшиеся остатки? И ведь распродажа проходит почти без скидок, а некоторые вещи продают даже с наценкой. Но людей это не останавливает. Они продолжают выстраиваться в очереди. И чтобы не было давки, в магазин пускают партиями по 50 человек. Очень медленно продвигалось. Ну, когда сказали, что можно заходить, мы почти что пробились. Ну, с коляской нас пропустили. Потом долго ходили, выбирали, потому что вещи как бы уже разбросаны и не сильно их много. Примерочные были заняты, поэтому мерили так. Есть что-то в школе, что-то забрали уже размерного ряда, как такового большинство нет. Но удалось. Те, кто хотят, приходят с утра и добиваются поставленных целей. Мы почти три часа стояли. Почти четыре часа. Просто ровно такая же очередь, как на вход, так же и к кассам. Народ наш запасливый. Вещами закупился на годы вперед. Но вот где планируют одеваться потом? Я вообще не понимаю. Неужели у нас на рынке так мало товара, чтобы вот так стоять биться? Мы люди из Советского Союза. И меня просто это шокирует. Ну, а где вот сами одеваетесь сейчас? Ну, я в основном на Новосибирске, на Опте. На Опте? Ну, да. Ну, а вот по качеству-то там вещь лучше, наверное, чем... Ну, всякие разные есть, на любой кошелек. Сильно расстроена, что вот сейчас такие магазины уходят с вашего рынка? Да. Ну, это дает возможность российским брендам развиваться. И как бы... Ну, я не расстроена, честно скажу. Ну, а вот альтернатива-то какую-то, видите? Вот где теперь будет? Ну, конечно, это в городах-миллионниках больше на данный период времени развито. Но будем надеяться, что и порноульские наши дизайнеры не подскочают. Поэтому есть, есть возможности. Точки крупнейшего в Европе магазина одежды планируют закрыть в России, когда будет распродана хотя бы половина ассортимента. Люди по-разному относятся к уходу зарубежных брендов с отечественного рынка. Между тем, по данным рабочей группы Национальной технологической инициативы, которая оценивает продукты рынков, российские фэшн-производители смогут занять потребительский рынок нескоро. По оценкам экспертов, его половину закроют лишь к 2030 году. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другой теме. Федеральные эксперты приедут на Алтай обсудить проблемы в IT-сфере. В середине сентября в Барнауле пройдет 15-й региональный IT-форум. Больше 200 экспертов обсудят технологии импорта, независимости и информационной безопасности, сообщил сегодня во время онлайн-конференции министр цифрового развития края Евгений Зрюмов. Многие зарубежные IT-компании до спецоперации активно сотрудничали с отечественными, предлагали передовое программное обеспечение российским предприятиям. Однако экономические реалии изменились. Иностранные специалисты отказались от сотрудничества с Россией. Выход из положения сегодня ищут сотрудники сферы информационных технологий по всей стране, в том числе и на площадках IT-форумов. Один из них пройдет как раз в Барнауле 15 сентября. Нам необходимо обеспечивать импортозамещение, а можно даже еще усилить импортонезависимость. То есть, когда именно наши отечественные российские разработчики становятся, в принципе, у руля повестки информационной, а в целом в нашей стране и, конечно же, непосредственно у нас в крае. Порядка трех с половиной тысяч жителей края обратились за денежной компенсацией на покупку угля. Получить ее могут те, кто приобрел твердое топливо после первого июня. Для этого из краевого бюджета выделили один миллиард рублей. Сейчас уголь для продажи населению есть на всех угольных площадках региона. Об этом сообщают в краевом Минстрое. Продолжается поставка топлива для бюджетной сферы. Анара Шагирова подробнее о подготовке к отопительному сезону. Ну, у меня тонны три, наверное. Я сильно жары-то не надаваю. Дрова, уголь. Еще остается три. А если четыре возьму, остается. Этих запасов топлива для домов 55 квадратов достаточно, чтобы провести зиму в тепле, рассказывает одна из жителей Церебрихи. Пенсионерка компенсацию за покупку уже получила. Вышла скромно, но хватило, чтобы оплатить доставку топлива к дому и труд рабочих. На сегодня за такой компенсацией в местную администрацию обратилось порядка 230 человек. Подготовка к отопительному сезону продолжается, говорит глава района. Проблем с твердым топливом не возникнет. Мы участвовали в этом году в совместных электронных торгах, которые организовывало Министерство строительства и ЖКХ. Для бюджетной сферы будет поставлено 3300 тонн. И в этом году еще выделены денежные средства из краевого бюджета. Для формирования 45-дневного резервного запаса угля. В этом году у жителей Ребрихинского района появилась альтернатива дровам и углю. Это природный газ. Строительство газопровода общей протяженностью в 77 километров завершили в прошлом году в рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края. На это потратили больше 18 миллионов рублей. В августе специалисты «Газпромгазораспределения Барнаул» уже подключили первых абонентов. Мы идем в баню, включаем тепло. Приходим, нам тепло выжимает. Можем регулировать. Так что тепло сухо. И настолько нам кажется, что будет дешевле. У нас было центральное отопление. Но настолько дорого, мне даже превышало мою пенсию. В райцентре, где почти 2500 домовладений, уже половина жителей подали заявки на дегазификацию. Еще в четырех селах района продолжается строительство газопровода на сумму 215 миллионов рублей. На сегодняшний день по Ребрихинскому району, непосредственно по нашим подсчетам совместно с районом, непосредственно к приему газа уже, когда все смонтировано, все готово, порядка 70 домовладений уже готовы получить природный газ. Власти уверены, что в 2023 году возможность подключиться к природному газу будет в каждом доме Ребрихинского района. А к 2025-му, рассказывают в Минстрое, газопровод планируют построить в Славгороде и Рубцовске. Проектная работа по этим направлениям уже началась. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 5000 гостей посетили традиционный фестиваль в селе Бочкари, который прошел накануне. Бочкари известны жителям края и всей страны под наименному заводу, который занимается производством. Напитков на территории села. Однако, как убедилась наша съемочная группа, сам фестиваль прошел не просто трезво, но и спортивно. Тысячи зрителей, легенды спорта и известные комментаторы с таким размахом в селе Бочкари открывают хоккейный турнир. Это одно из главных событий Бочкаревского подворья в этом году. Такого объема турнир на моей памяти проходит в первый раз. Регулярно проводим турниры с участием звезд хоккея, с участием комментаторов с различных профессиональных спортивных каналов. Но такого концентрации игроков, звезд у нас, наверное, впервые. Бочкари известны как спортивное село, поэтому большая часть двухдневного фестиваля проходит на спортивных площадках. Так, губернатор края Виктор Томенко в Бочкарях оценил новый оздоровительный комплекс с открытым и закрытым бассейнами для детей и взрослых. Также глава региона вместе с коллегами посетил обновленный дом культуры, а рядом игровой и спортивный комплекс. Его установили по краевой программе. Дополнительно 15 миллионов добавил главный инвестор села – местный завод Бочкари. Пришло 3 миллиона, начали делать, и, короче, вот получилось вот такое. Немножко добавили еще там от компании денег, и вот такая. Начали 3, закончили 20. Ну, ничего, да. Ну, такая вот площадка зато получилась. Сегодня в Бочкарях проживает около 2000 человек. Кстати, большая часть населения трудится именно на заводе, который и прославил село на всю страну. Многие жители Бочкарей, работники Бочкаревского пивоваренного завода, который всегда является, ну, своего рода таким локомотивом. Многие-многие процессы здесь жизни, отдыха, работы в Бочкарях тоже вносят свой заметный вклад и в экономические показатели края, и в социальное его развитие. Это замечательный пример государственно-частного партнерства. Это замечательный пример любви людей, которые живут здесь, в своей родине. И это замечательный пример того, как нужно эту территорию развивать. Добавим, что в этом году фестиваль «Бочкаревское подворье» объединил более 5000 зрителей из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Это в несколько раз больше, чем само население Бочкарей. Ирина Корчагина, День с толком. Алтайский край снова присоединился к всероссийскому экскурсионному флэш-мобу. Это значит, что бесплатно проехать по популярным туристическим маршрутам, а также прогуляться по стратегическим объектам Барнаула есть возможность у любого из нас. Всероссийский флэш-моб – это акция, к которой наш регион присоединяется уже в третий раз. Ее суть в том, чтобы провести бесплатные экскурсии по Алтайскому краю для любого желающего. Правда, для этого нужно записаться заранее, оставить заявку на сайте экскурсионного флэш-моба. Его название вы сейчас видите на своих экранах. Как сообщили в Алтай-турцентре, до конца августа запланировано провести 23 экскурсии. Первая пройдет уже в эту пятницу. Ее участники отправятся в недра Барнаульской ТЭЦ-2. Все экскурсии очень интересны. В этом году особенность акции в том, что мы организуем бесплатную доставку в места проведения вне Барнаула. Например, Алтай-турцентр организует автобусы до села Полковниково и посетим мы музей Титова, до села Сростки, где посетим музей Шукшина, и в Бийск, где мы посетим архиерейское подворье. Закроет флэш-моб экскурсия об истории банковского дела на Алтае. Она пройдет 30 августа в Краевой столице. Отметим, количество свободных мест ограничено. В общей сложности посетить все экскурсии сможет не более 500 человек. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Сообщайте о том, что вас волнует. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.